Я Карпов Ювеналий Николаевич. Родился в Ленинграде 1 июля 1923 года. Учился в средней школе номер 77, которая находится напротив метро нынешнего, спортивная. Очень прекрасная школа номер 77. И оттуда я иногда получаю приветствие. Окончил я школу, все 10 классов там я учился. 16 июня 1941 года был выпускной вечер, накануне войны. С 1 июля я в рядах Советской армии военно-морского флота. Юрий Владимирович, извините, а что из себя ваша семья представляла накануне войны? Моя семья представляла. Я жил вместе с мамой Верой Александровной Карповой и папой Николаем Михайловичем Карповым. Мама также была в Дечи, тоже фамилия Карпова. Но они не родственники, а однофамильцы. Оба погибли во время блокады. Папа умер 21 января 1942 года. Мама погибла 19 декабря 1942 года. Они, ровесники, в один год родились, в один год умерли. Вечеря памяти. Тогда вернемся в июнь 1941. Как вас призвали? Призвали. Я прошел медицинскую комиссию на Суворовском проспекте, окружной госпиталь. И там поликлиника при этом госпитале. Туда меня призвали в конце июня месяца. Прошел медицинскую комиссию безукоризненно. Мало того, по объему легких я побил рекорд города по объему легких. Предущий рекорд на 800 кубиков. Мне сейчас даже не верится, но мне запомнила цифра 7400 кубиков. Мне самому сейчас это не верится. Но это помогло мне спастись, когда я был ранен потом. Но об этом потом. А как вы попали в морскую пехоту? Значит, я был зачистен сначала в военно-морскую медицинскую академию. Оттуда в военно-морское медицинское училище в Кронштадте. А оттуда же в училище военно-морское медицинское почти все было отправлено в 6-ю бригаду морской пехоты, которая была организована 15 сентября 1941 года по приказанию маршала Жукова. И в составе 6-й бригады морской пехоты было почти половина молодежи такой же, как я. Мне было тогда всего 18 лет. И моих сверстников тоже было полно там. Большинство из них осталось там, на рубеже, около речки Дудерговки, которая пересекала Петерговское шоссе. Вот в этом месте стояла нацвет наша бригада. Значит, бригада была организована 15 сентября 1941 года. И где-то в 20-х часах она была на линии обороны. Вот. Шли жесточайшие бои. Я был ранен 9 октября 1941 года. Пуля прошла чуть выше сердца, сквозь клубок крыльяностных сосудов. До сих пор непонятно, почему я остался жив. Обстоятельства ранения, вот как это было? Значит, было так. Значит, мы почти рукопашный бой, но еще я не дошел до рукопашного боя, так. Немец стрелял из автомата. Я бросил у него гранату, лимонку. И в этот же момент, в момент броска, пуля, мне пробила грудь. Я получил сильный удар в грудь. Боли никакой не было, так. Присел, прилег, хотел ползти куда-то. Я речку до Друговка туда перешел. Думаю, через речку перейду, так. Но у меня стало темнее всего в глазах. Я понял, что если я чуть-чуть промедлю, то я тут на этом месте и останусь. Левая рука у меня была контужена, не работала. А когда я надгибался, то у меня темнело в глазах. Я понял, что я умираю. Другого выхода не было. Я встал, меня стало, процветлело в глазах. И я пошел. И меня внутренний голос подсказал. Это единственное место спасения. Иди, и ничего больше с тобой не будет. Хотите верить, хотите нет. Голос такой был. Я пошел. Кругом мины рвались, снаряды рвались, пули свистели. От кромешный был. Я левую руку засунул за ремень. Она была, как плеть болталась. Правой рукой держался за винтовку. Ее бросать нельзя было, иначе в господи не примут так. И вот пошел так. Перешел через речку до Дырговку. Сбросил с себя противогаз, который, собственно, противогаза там не было. Там лежал домик Алексея Толстого, Петр Великий, Петр Первый. Вот. Кстати, недавно слышал по радио о том, что Виктор Навутов нашел этот домик простреленной пули. У меня он был, я читал его там, просматривал, когда было время между боями, так. Он не был прострелен. Так что, скорее всего, что одна из пуль попала в этот домик, когда я ушел во время выхода из боя. И, таким образом, этот домик спас меня от второго ранения. Дальше я шел по тропинке рядом с насыпью, где проходила трамвайная линия и шоссе на Петр Вов, на Стрель на Петр Вов. Рядом насыпь и рядом тропинка. Никто меня не обгонял. Навстречу шли два солдата. Ну, как они шли? Короткими перебежками. Это такой способ есть передвижения, чтобы снайпер не успел прицелиться. Вот они пробегут метров двадцать и прилягут к насыпи. Пробегут метров двадцать, прилягут к насыпи. Так. И вдруг передо мной упал снаряд. Буквально метров трех передо мной. Я не ожидал, конечно, такого. Ну, мне было всего восемнадцать лет. Хоть я и был раненый, но реакция у меня была мгновенная. И надо же сказать, слева от меня, казалось, лежала убитая лошадь. Я мгновенно под брюх этой лошади. Раз. Снаряд взорвался. Я с трудом встал, потому что у меня темнело в глазах. Пошел. А те два солдата, которые были дальше меня намного, оба оказались мертвыми. Их изрешетило осколками этого снаряда. Вот такая судьба. Шел я четыре километра. И потом замерил это на своем ведомстве своей машины. Четыре километра. До улицы Лени Голиковой, снынешней, так? И там музыкальная школа была. Вот в этой музыкальной школе находился медсанбат. Когда я пришел, медсестра спросила, где вы ранены? Я показал. Одну минуточку. Из соседней комнаты пришли двое мужчин, здоровых солдат. Меня хотели положить на носилки, чтобы перейти в соседнюю комнату. Но я отказался, сел. Меня сидя поднесли. А там было человек пятьдесят сидело на полу и закричали. Куда он только пришел? Зачем вы его без очереди? И вот сестра на них прикрикнула. Там положили, было на официальный стол. Я отказался, сел. Сзади меня. Шили рану сзади. В чем дело? У меня, оказалось, был так называемый открытый пневмоторекс. То есть, пуля на вылете вырвала клок мяса в спине у меня. И там, когда я нагибался или ложился, открывалась дырка. И воздух проходил не в легкие, как обычно, а в ту рану между ребрами и легкими. Таким образом, я задыхался, поскольку в легкий воздух не попадал. Вот когда меня зашили, тогда стало мне лучше. Это было 9 октября 1941 года. Отправили меня сначала в школу, на носилках положили. И вот я лежал на носилках, две девочки подходят. Ой, какой молоденький. А девочки, дайте мне попить. А где попить? Водопровод-то не работал? Ну, мне все-таки откуда принесли водички? Попил, я заснул. Точнее, потерял сознание. Очнулся я 12-го числа. То есть, через три дня в госпитале, который находился в Всесоюзном институте окушерства и гинекологии имени профессора Уоттера на Васильевском острове за фондовой биржей. Вот там я пролежал. Легкие у меня, левое легкое, было залито кровью. И я долго не приходил в состояние, что мог бы где-то куда-то двигаться. И меня отправили на самолете, там очередь была, отправили 19 декабря 1941 года сначала в Вологду, а от Вологды сразу в город Сокол, где лечился еще порядка месяца. Оттуда меня отправили в Ярославский флотский полуэкипаж, а поскольку я еще не пригоден был к боевой службе на фронте, и так, меня отправили в военно-морское училище медицинское, которое находилось в Баку. Ну, а по прибытии в Баку 3 марта 1942 года я заболел цепным тифом. После баллокады, ранения, цепной тиф. Из цепного тифа, значит, из госпиталя, меня 15 мая отправили в училище, высшее морское училище имени Фрунзе, но не само училище, а то место, где он находился. Рядом с Баку место называлось Зых. И медсанчасть. Там я был в медсанчасти в кассе санитара. Ну, более-менее, как бы, пришел в себя, и меня начальник медсанчасти говорит, так ты поступай в училище-то. Я сдал экзамены, поступил в высшее морское училище имени Фрунзе, которое окончил в 1946 году. А вот в сентябре это был, собственно говоря, первый бой, или вы какое-то время там находились на передовой все-таки? Ну, была перестрелка в основном, так. Это первый рукопашный бой мы пошли тогда, так. Дело в том, что в это время немцы в основном уже были остановлены на этом рубеже, так. Шел только лишь бой на то, что они пытались проникнуть в нас, но были уже остановлены. Был кошмар в том отношении, что постоянные артиллерийские налеты были на нас, так, это раз. В том, что штурмовики постоянно летали со стороны, уже делали разворот со стороны Ленинграда, так, и шли со стороны Ленинграда, обстреливали нас, которые без укрытия получались для них, так. Вот. Ну и вот, когда меня ранило нас, мы пошли в штыковую атаку на передний рубеж немцев, так. Ну, это так, я понимаю, что в последствии, я знаю, что рубеж остался прежним, то есть это речка до Друговка, так и осталась граница между нами и немцами на всю оставшуюся блокаду.